Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков. Не по приказу, а по велению сердца. Более трех тонн гуманитарной помощи отправили жители аула Казлагаш, пострадавшим от наводнения в Туркестанской области. Свою лепту в благое дело внесли все сельчане, от мала до велика. Всего за три дня неравнодушные граждане собрали полтора миллиона тенге. На эти средства приобретены продукты первой необходимости – питьевая бутилированная вода и средства гигиены. Для нас оказание помощи жителям Акта-Аральского района является священным долгом, говорят казлагашцы. Ведь 10 лет назад мы испытали такую же беду. Сельчане уже призывают всех жителей республики протянуть руку помощи нуждающимся. То, что случилось в Акта-Арале, конечно, сильно затронуло сердца казлагашцев, потому что 10 лет тому назад такой случай произошел и у нас. Мы были свидетелями, как все казахстанцы, как одна семья помогали нам. Поэтому мы, народ казлагаша, решили поддержать махтаральцев и оказать им свою помощь. К другим темам. Военнослужащие Алматинской области покинули блокпосты. Задействованные в режиме ЧП 150 военнослужащих десантно-штурмовых войск Талтыкурганского и Капшигайского гарнизонов возвратились в пункты постоянной дислокации, выполнив задачи по обеспечению режима и борьбе с пандемией в Западно-Казахстанской области. Переброска личного состава произведена военно-транспортными самолетами С-295. Режим ЧП действовал в Казахстане с 11 марта по 11 мая. С первого дня его введения на армию были возложены особые задачи. Воины-десантники проводили обработку территорий и объектов массового скопления людей. Они также были привлечены к круглосуточному дежурству на блокпостах и обеспечению общественной безопасности и правопорядка совместно с правоохранительными органами. Наши доблестные десантники выполняли эту работу не как приказ, а именно как зов патриота от чистого сердца, чтобы помочь нашему государству и нашим гражданам. Потому что в тяжелые дни мы должны объединиться под единым флагом Республики Казахстан, помочь друг другу. С этой задачей воины-десантники справились. В преддверии начала туристического сезона возобновлен авиарейс Талдыкурган-Ушарал-Талдыкурган. Сегодня с Талдыкурганского аэродрома отправился первый борт. Его пассажиры, более 15 человек, прошли тщательное медицинское обследование и дезинфекцию. Вместе с ними в Ушарал вылетел и наш коллега Азад Жумаханов, который сейчас с нами на прямой связи. Азад, приветствую вас. Расскажите, как прошел полет. Вы в эфире. Здравствуйте, Элеман. Да, буквально 15 минут назад мы приземлились в аэропорту города Ушарал, Алакольского района. Все хорошо, прошло без эксцессов. Прилетели мы, кстати, на новеньких самолетах L410, которые были закуплены два года назад авиакомпанией ЖТСО. Напомним, с 1 апреля аэропорт Ушарала не принимал рейсы. И впервые за полтора месяца сюда приземлился борт из Талдыкургана. На нем находились 15 человек. Вместе с ними и мы. Как прошел полет в целом и ощущения мы у жителей уже записали. Давайте же послушаем. Температуру проверяли, проверяли в масках ли или нет. А так все. Контроль весь. Все хорошо прошли. Полет прошел хорошо. Очень хороший персонал. Хорошее обслуживание. Сюардессы тоже хорошо помогали в полете. Девочки плакали немного. А так все хорошо прошло. Прилетели домой к родителям. В этом году мы ожидаем туристический поток больше, чем в прошлом году. В прошлом году наша авиакомпания перевезла между Талдыкурган и Ушарал Талдыкурган за период летний сезон 18 тысяч пассажиров. В этом году, я думаю, пассажиропоток увеличится. Наш аэропорт Талдыкурган и Ушарал, и самолеты авиакомпании Л-410 готовы выполнить поставленные перед авиакомпанией задачи. Стоимость билетов весьма доступна для каждого. 8 тысяч тенге. Сейчас мне специалисты подсказывают, что нам уже пора обратно влетать в Талдыкурган. Уже более подробно, как будут курсировать самолеты из Талдыкургана, в целом из Алматы и Нурсултана в Ушарал, мы расскажем в нашем вечернем выпуске в 21.30. Елеман, тебе слово. Напомню, на прямой связи с нами был Азад Жмаханов. А мы продолжаем выпуск. В этом году в городе Текили на ряде улиц пройдет капитальный и текущий ремонт. На эти цели из бюджета уже выделены необходимые денежные средства. Контроль за их целевым и эффективным использованием, а также качеством работ осуществляют сотрудники антикоррупционной службы по Алматинской области. Совместно с полицейскими они провели выездной рейд, во время которого ознакомились с текущим состоянием дорожного полотна городских улиц. Рассказывает Антон Хатиновский. Мониторинговая группа антикоррупционной службы, как всегда, появляется неожиданно. Главная цель визитов Текили – проверка текущего состояния дорожных работ и улиц. В прошлом году был утвержден специальный проект «Сопалы-Жол», в рамках которого, по сообщениям граждан, антикоровцы уже посетили ряд регионов области. У нас в специальную мониторинг-группу входят юристы, адвокаты, журналисты входят. Сейчас наблюдаем и проводим мониторинг по выделенным денежным средствам. В прошлом году со стороны сотрудников департамента полиции было выдано предписание и оштрафован Казавтожол за зимнее содержание. То есть это за тот период, который работа проведена. В прошлом месяце также был оштрафован городской Талдукурганский отдел ЖКХ за должное исполнение функциональных обязанностей по ремонту и содержанию дорог города Талдукурган. В моногороде Текилина считывается 100 улиц общей протяженностью более 140 километров. На некоторых из них асфальтовое покрытие приходится разглядывать. Такое положение отдел ответственной службы комментируют аргументированно. Проблема возникла из-за того, что с советского времени в наших городах не проводился ремонт тепловых сетей, водопровода. И вот это все получается с 2015 года, 15, 16, 17, 18, 19 годы у нас вот это все меняли получается. Это все находится под землей. И соответственно все улицы у нас сейчас находятся в таком состоянии. Во время прошедшего рейда члены мониторинговой группы выявили немало нарушений, каждое из которых было взято на карандаш. За состоянием ремонта улиц теперь будут следить постоянно. Ну а виновных в некачественной и несвоевременной работе привлекут к ответственности. Антон Хатиновский, Мэдди Байбасынов, телеканал ЖТСУ, Тикелии. В Талдыкургане состоялся второй по счету онлайн турнир по футбольному симулятору FIFA 2020. На этот раз в нем приняли участие 20 любителей киберспорта из всех районов и городов области. Игры проходили в сетевом режиме. Все участники соревновались прямо из дома. Добавлю спортивное мероприятие, организованное Молодежным ресурсным центром при поддержке управления по вопросам молодежной политики Алматинской области. За киберспортом стоит будущее. Это и популяризация цифровизации, и продвижение Казахстана на мировой арене через киберспортивные команды. И мы поддерживаем данную сферу. В будущем, думаю, сформируется основной костяк, чтобы играть уже на республиканском уровне. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.